Пару слов, да? Да. Пусть, может быть, вы не знаете еще этого человека, но я думаю, больше кто не знает? Нет. Все знают, да? Все. Ну тогда даже я пару слов не скажу. Вот. Это человек, которого Бог призвал еще, будучи православным, еще там, когда он был очень такой закосневелый православный, в таком, ну, в общем, настоящий православный человек. Мы, как церковь, да, мы протестанты, но мы с вами считаем, что все православные, все католики, все они наши братья. Да. И нет никакого разделения. Я, то, что я верю, что Бог сейчас по всему лицу земли реформирует церковь свою, и он собирает не просто, знаете, как бы, вот протестанты там как-то сами по себе, православные католики там сами по себе, просто Бог поднимает свою церковь по всему лицу земли. И эта церковь, она будет уже больше двигаться в рамках Духа Святого. То есть мы будем по духу братьями, мы не будем видеть никакого развлечения. Если есть какие-то разные формы, то это уже не будет тем разделением, которое было раньше. И я верю, что сейчас Бог просто поднимает свою церковь, поднимает тех людей для этого последнего времени, для этой последней жатвы, и Он соединяет все течения, и Он хочет, чтобы церковь, она соединилась и делала что-то более весомое на земле. Потому что когда мы соединяемся, нас становится больше, и когда нас больше, мы можем сделать какие-то большие вещи. И в том числе особая работа происходит у нас с Израилем, потому что Бог соединяет также церковь и Израиль. Да! Аминь! Я понимаю то, что это есть что-то особенное в этом, и я вижу, что и брату Сергею открыто это, и нам как-то открыто, да? Я сегодня тоже, ну не сегодня, а буквально два дня назад общался тоже с одной сестрой, она как-то стала ходить на шаббат, ее что-то как-то зацепило. Вот она говорит, я даже не могу объяснить, что меня зацепило там. Вот, ну, то, как я понимаю, что есть Божья благодать на вот этой Божьей последней работе, это одно из таких последних направлений, которые Бог соединяет. Он соединяет Израильцы, и у нас по еврейскому, да, сейчас календарю у нас Пятидесятница, это Шавуон. Шавуон, да, если нет, не ошибаюсь. Это Пятидесятница, поэтому мы тоже позвали архиепископа, чтобы он тоже благословил нас в сердце. Заравание Толе. И пусть Господь изливает свой дух еще больше, и пусть у каждого из нас будет свой праздник в сердце. Пятидесятница, она не закончилась, она продолжается, и Бог изливает уже не просто с неба, да, там, как было две тысячи лет назад, Он хочет изливать теперь через каждого из нас. Чтобы на каждом месте, где бы мы не находились, просто происходила Пятидесятница. Ты пришел, ты пришел на работу, и там Пятидесятница, Дух Святой накрыл всех, и все начали неверующие вдруг молиться на иных языках. Это тоже возможно, но в ходе того, что они принимают Христа, и потом уже молятся на иных языках. Помните, как в доме Корниля, он, Петр, проповедовал Евангелие, и они толком еще не приняли, но они просто поняли веру, и они вдруг, Дух Святой сошел, и они начали говорить на иных языках. Это еще одна Пятидесятница, и эта Пятидесятница, она не заканчивается, она продолжается. Аминь. Поэтому давайте мы поприветствуем. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу. И ни в ком другом нет спасения. Аминь. Братья, сестры, дамы, господа, ко всем присутствующим сегодня обращаюсь я и поздравляю, конечно, с Пятидесятницей. Да, праздник Шивот. Да, на самом деле сегодня по библейскому, да, по еврейскому мы говорим, но в первую очередь, конечно, это не просто еврейский календарь, да? Это библейский календарь. Аминь, да. Потому что это праздник не просто Пасха, Пятидесятница, не просто еврейский праздник, это библейский, это Божий праздник. Да. И сегодня Господний праздник. Но я понимаю, что в нашей культуре православной мы приняли, ну, принято обычно попозже, не то, что обычно, а позже. И Пасху, и Пятидесятницу, так вот, принято у нас на неделю позже всегда праздновать. Но это в силу такой многовековой уже проблемы антисемитизма и прочих других там измов. Но как бы это на злое время, как бы когда-то было еще, ну, при царе Горохе, все это было как бы сформировано. Но ничего, лучше поздно, чем никогда, конечно. Но сегодня его праздник, поэтому, Отец наш, Бог, поздравляем Тебя с этим Твоим, в первую очередь, праздником. Сегодня тот день, когда Ты назначил нам эту встречу. Боже, спасибо, что тогда, давным-давно, 3331 год тому назад, да, уже много воды утекло, Боже. Ты, Господь, совершил чудо и вчерашних рабов. Ты, Господь, назвал свободными. Ты, Господь, к ним обращался как к свободным людям. Ты давал им свои заповеди, свои постановления. Боже, Ты открыл им свое сердце, свой дух. Спасибо за Моисея, спасибо за всех братьев, сестер, спасибо за всех тех евреев, да и многих неевреев, что тогда стояли у горы. Спасибо за то поколение пробуждения. Спасибо за тех, кто вышел из рабства. Спасибо за каждого из них, персональное спасибо. Боже, спасибо, что и сегодня, спустя, да, уже больше трех тысяч лет, но Ты до сих пор совершаешь этот исход. Совершаешь исход из царства тьмы, выводишь души людские. Спасибо, что в сегодняшний же день, спасибо за это прекрасное совпадение, за этот удивительный случай, за которым действительно Твоя милость и благодать. В этот же самый день, когда Ты при Моисее дал Тору, дал заповеди, дал свое слово, тысяча девятьсот восемьдесят девять лет ровно тому назад. Ты совершил еще одно чудо, описанное в Деяниях Апостолов во второй главе. При наступлении этого дня, Ты излил своего Духа Святаго на Церковь свою. Спасибо. Спасибо за эту новую общественную формацию, которая никогда ранее не существовала в природе. Спасибо за церковь Бога Живаго, стол и утверждение истины. Спасибо за эти два тысячелетия Твоего чудо и милости и благодати. Спасибо за то, что и сегодня, и в наш век, Боже, Ты продолжаешь свое деяние, действие свое через нас. Спасибо за это собрание. Благодарю Тебя, Господь, за всех святых сегодня, собравшихся в этом скромном помещении, в этом зале, прославляющих Тебя. Спасибо за то, что Ты в нас и среди нас сегодня. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, и благословен народ Твой, у которого Ты, Господь, есть Бог. Спасибо Тебя, Господь. Спасибо. Спасибо за то, что Ты с нами и среди нас, и в нас верующих. Аминь. Братья, сестры, сегодня хочу поделиться словом, хочу поделиться свидетельством. И вчера был очень благословен здесь, в мессианском собрании. Спасибо огромное. Спасибо Вам за Ваше любящее сердце. Любящие сердца за прием. Вообще, ну, я очень благословен. Люблю очень мессианское служение. Оно в моем сердце всегда. И с превеликим удовольствием бываю в собраниях мессианских. Часто молюсь, да и всегда, в общем-то. Еврейский народ для меня родной мой народ. И я благоставляю. Кстати, по папе я тоже еврей. Аминь. Ну, по земному своему отцу. По матери я татарин. Знаете, мне близка и татарская культура, мусульманская культура очень близка мне. В которой я вырос. Раннее детство мое прошло. В татарской в основном родне моей среди. Поэтому, если есть татары, салям. Но еврейская родня моя, ну, она была вообще далека от всякой религии. Это была, к сожалению, знаете ли, открестившаяся от всякой религии, от всякой традиции несчастные еврейские души, разбитые в одурманенные коммунистической тогдашней идеологии. Но, по милости Господней, знаете ли, вот я вырос русским атеистом. Я в первый класс, я помню, я понял, я буду русским, все. Потому что что-то было раннее детство, такое я как вспомнил. В татарской моей семье меня все тоже денком, то еврейчиком звали, потому что у них там по отцу все. А в еврейской семье там родне все татарчонком. Я не пойму, кто же я. Короче, в первый класс пошел, я понял. Я русский, все, все, отстаньте от меня все, и евреи, и татары, все, я русский. Вот, я даже стал думать на русском только, я стал говорить на русском, и стал русский язык мой, стал родным языком моим. Вот, но стал постарше, я понял, что в первый класс я погречился в 7 лет. Погречился. Знаете ли, я люблю русскую культуру, но, знаете ли, особенная моя молитва всегда, в последние годы особенно, это молитва за тюркские народы все, за татарский народ, особенно молитва моя всегда, в последние годы. И за еврейский народ. Вот, слушайте, молясь за еврейский народ, молясь за евреев, я молюсь, знаете ли, вот особый такой, не знаю, как назвать это даже, ну, вселенской, космической какой-то молитвой, я не знаю, как назвать эту молитву. Но я знаю, что сам Бог всемогущий сегодня, как знамение этого времени, совершает чудо возрождения Израиля. Да. Как знамение этого последнего времени, совершает для всех народов нашей истрадавшейся земли, он совершает возвращение Израиля, возвращение еврейского народа. И вот в прошлом месяце мы праздновали, как раз вот, праздновали День независимости Израиля, в библейском календаре, вот сегодня у нас шестое число, третьего месяца библейского календаря, если брать, лунного календаря. И первый месяц какой, ну, мы знаем, да, это месяц Весан, мы его называем в библии, да, или же Авиф, ну, по-русски Весна, он очень хорошее название, Авиф, Весна. Значит, и в первом месяце мы празднуем исход, Пасху, победу, победу Господа нашего. Это, конечно, праздник со слезами на глазах, конечно, да, он праздник такой, очень непростой. И мы знаем, что в Новом Завете наша Пасха это сам Машиах Ишуа, сам Христос Иисус, и сам Асих, сам Спаситель всего рода людского. Он есть наша Пасха, он есть тот, о ком пророчествовали пророки, о ком сказал Симеон, мы его называем богоприимцем, в церковной православной традиции называем его богоприимцем. Он, взяв маленького Ишуа, маленького Иисуса на ручки, он взял его и сказал, что, среди прочих, он пророчествовал, духом святым сказал многое. И, среди прочих, он сказал так, что он есть свет к просвещению всех народов. И, братья и сестры, дамы и господа, сегодня фактически все народы, так или иначе, освящены светом Христа, просвещаются светом Иисуса. Братья, а еще не все. И вторая часть пророчества там было сказано, и он слава народа своего Израиля. Слава народа своего Израиля. Я свидетельствую, как миссионер, потому что бываю с миссией евангельской в разных странах, в разных народах, совершенно различных. И на крайнем севере Заполярье все проехал, кроме Канады. Проповедовал Заполярье и вот Воркута, Ямал-Ненецкий округ, Якутия, Аляску, все проехал тоже Заполярную. И проповедовал малым народам, индейцам и нашим, нашим индейцам тоже. Можно назвать их, да, якуты, немцы, евенги. Очень разные народы. В таких регионах, ну, гиблое место, тундра, но они живут там, радуются, Бога славят. Знаете ли, и в этих чумах у евангов я благоставлял детей их, молился. Я никогда не забуду, когда мы приехали в один чум, большой, значит, зимний чум. И, ну, это дом такой большой, из шкур этих оленей. А там оленей все, это и на первой, и на второй, и на третьей, и на что одеться, и чем жить, как бы, это все олень у них, знаете ли. Вот, и, да, слава Богу за оленей. Я не знаю, как мне жить, как без оленей. Да, и, в общем-то, да, и все это в шкурах этих, ну, в кино, там, конечно, фильмах показывают, там, совсем по-другому, там, все. В реальной жизни, конечно, все экстремально, там выживать очень сложно, на самом деле. Вот, и, каково же было мое удивление, я приехал в этот большой чум, и там, как раз накануне, буквально, ему было несколько часов всего от роду, Родился маленький Эвенк, его назвали Гавриилом. Да, мне так понравилось, думаю, молодцы, здорово. А в этом чуме уверовавшие уже жили, уже не чумные, уже наши братья, Эвенки, которые приняли Иисуса, как своего личного спасителя, они уже там, знаете ли, не шаманизмом, там, не чем-то еще, они там Библию читают. И, конечно, я зашел туда, хозяйка вышла, значит, на встречу с новеньким айфоном, и мне так чучу-чум. И отослала в соседний чум за тысячу верст фотку, что у нас, батюшка, готовьтесь, да, тоже. Думаю, да, думаю, я отстал, моя модель гораздо скромнее. Так что все относительно в этом мире, знаете ли. Вот, значит, и благоставлял маленького, вот этого Гавриилчика, вот, дитя, ему несколько часов всего труда, знаете ли. Ой, я в шоке, олени в шоке, там все, все радуются. Вот, и, но самое удивительное, знаете ли, стали петь, и они напоют, великий Бог Израилев, представляете, Заполярье. За бортом минус 50, ну, поцеплело немного, минус 50, было минус 60 даже, там, значит, да, поэтому минус 50 уже можно было жить за бортом. Вот, значит, а так, в общем-то, экстремальная температура для выживания, скажем я, но они славили там, в Заполярье, вечно, в этой мерзлоте, великий Бог Израилев. Представляете, я стоял там, и вот, хоть сто, хоть панды, знаете, здорово, представляете, Иисус, Он здесь, и Он не просто как спаситель этого чума, да, вот, всех обитателей этого чума, а Он как Бог Израиля. Удивительно, где Израиль, а где эти Эвенки? Знаете ли, вот, я понял, стал еще больше, больше понимать, что, действительно, Бог в это последнее время совершает, вот, исполнение Своих пророчеств и, как знамение этого времени, великого времени. За два тысячелетия в основном исполнялась вот эта первая часть пророчества, что во всех народах свет Христа просиял, а сегодня стало вдруг на глазах буквально исполняться вот эта маленькая, но очень важная деталь пророчеств – слава народа Своего Израиля. Удивительно, конечно. Спасибо, Господи, за все. Спасибо, что мы живем в то время, когда не просто космический корабль, там, в разделе простора Вселенной, а когда Слово Твое, оно всем народам, всем племенам проповедуется. Спасибо, Господь, спасибо, что и там, на Крайнем Севере, и здесь, вот, в Средней Полосе, и где бы ни было, то славится имя Твое. Спасибо. Спасибо за Израиль, спасибо за Иерусалим, благоставляем, благоставляем, благоставляем. Аминь, аминь, аминь. Вот, и, братья и сестры, то, что было во времена Моисея, вспоминаем сегодня мы, как не просто историю, а как то, что стало предзнаменованием вообще спасения рода человеческого. Потому что то, что тогда происходило у горы, то, что описано в книге Исход, в Торе, это все, знаете ли, великое предзнаменование спасения рода человеческого, которое произошло уже истинно через Иисуса Христа, через Иешуа Машинка. Спасибо, Господа, за все. Слава Богу. Да. Лыхаем. 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 За жизнь. За жизнь. И, друзья, молюсь за вас тоже, чтобы церковь и за другие общины, церкви Москвы, чтобы славилось имя Господня здесь больше и больше, в больших помещениях, знаете ли, и на больших площадках. Самых больших и лучших здесь, в Москве, в столице. Приславилось имя Господне, имя Иисуса Христа. На стадионах больших, слава Господу. Это будет так. Это будет сто процентов так. Слава Богу. Сегодня, по крайней мере, когда прославлялся здесь Господь, я в этих песнях прекрасных, я вот в такой молитве был, честно говоря, завет. Слава Богу. Вот, и события Пятидесятницы. Это да. Ну, я думаю, из Ветхого Завета, помните, да, эту историю исхода. Помните историю, как мы были рабами. Мы, я имею в виду мы, все мы. Потому что, читая Библию, я лично и у себя в церквях, и когда в гостях бываю, я всегда говорю. Библию, читая Библию, читайте не просто как о ком-то, о чем-то, далеком и чужеродном, тем более, нет, 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 как о своем. И читайте как вот о себе. Это очень важно, пропуская через свое сердце. Вот, как будто я был рабом, и как будто я вышел из рабства. Когда ты так вот читаешь, такими глазами читаешь, знаете, совершенно по-другому видишь все. И себя воспринимаешь. Самоидентификация иная, совершенно. Вот, и Бог благоставляет нас. Церковь свою благоставляет. И вот, рабами мы были в Египте. Да, но Бог вывел нас, рукою крепкую, мышцей простертую. Вывел нас, дал нам свободу. И в те времена, да, 3331 год. Слушайте. Да, тогда те, кто поверили Моисею, были блажены. Те, кто не поверили, те, кто не приняли Моисея как пророка, как посланника, как лидера спасения, да, этого исхода, они были несчастны. Они были в поражении. В то время Моисей, сейчас Иисус Христос, уже два тысячелетия, Иисус Христос, он начальник исхода, он лидер этого исхода. Иисус Христос, из царства какого? Тьмы. Ис царства дьявола. Ис царства греха. В царство какое? В царство света. В царство Божье. Сегодня, независимо от того, какого цвета наша кожа, какая наша национальность, какая культура, язык, наречие, независимо ни от чего, а от чего, от того, какое наше сердце. Аминь. Зависимо от того, призываем ли мы имя Господне. Иисус Христос, когда Он приходит в нашу жизнь, когда Он, мой Господь и Спаситель, все, совершается великий исход, великий выход. А Павел писал в свое время коринфянам, но он написал и всем нам тоже, не только коринфянам, для всех нас это слово, что то, что написано было об исходе Израиля, это написано нам всем в назидание, в наставление, чтобы мы не грешили, чтобы мы учились на ошибках, не повторяли ошибки, да, чтобы учились на ошибках наших предшественников. И читая Библию, когда мы читаем о каких-то ошибках, грехах, промахах народа Божьего, пусть нам это всегда будет как назидание, наставление, как урок. Не поступать так, не делать этого. Упаси нас Господь от злоба духа критицизма, знаете ли, вот думать так, что если бы я жил бы вот в той эпохе, я бы так не поступал, я бы вот так и так, я бы был бы с теми. Легко быть умным задним умом. Знаете ли, но сегодня порой верующие наступают на те же самые грабли. Сами этого даже не понимают. На те же самые грабли наступают. Но наука нам какая из Писаний, чтобы мы учились на этих ошибках. Из-за чего вышедшие из рабства, ведь разные люди выходили. В основном это были, да, евреи. Но ведь много евреев и не послушалось Моисея. К сожалению, к великому сожалению. Есть древние предания. Медоши есть много и в Талмуде исторических сведений, исторических, говорящих о том, что многие евреи не послушались, к сожалению, Моисея. Даже после всех великих чудес, знамений, казней. И сердца многих были ожесточены. Считается, общепринято среди раввинов современных, что примерно треть всех евреев по плоти отпала в то время неверием. То есть они остались в Египте. Примерно треть всего Израиля. И археология полностью подтвердила это предание, потому что нашли следы огромного еврейского присутствия. То есть после уже, ну датировано после времени Великого Исхода. И вот за место отпадших неверием Бог привил верою с разных народов, людей. Разные души, разные судьбы. Даже изначально Бог показал, с самого начала, что спасение – это вера. Это в первую очередь доверие Творцу. В первую очередь это довериться Ему и принять Его план спасения. Его план. А Его план спасения ныне, в новозаветную эпоху – это Сам Иисус Христос. Он есть план спасения, великий план спасения. Он есть путь, истина и жизнь. И Он подчеркивает Сам, говоря о себе следующее, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. Да, я так же, как и пастор Олег сказал, что он верит в единство Церкви, тело Христа. Я тоже верю. Я тоже живу этой верой. И я знаю, что действительно верующие едины. Едины в чем? Едины в истине. Едины во Христе. Потому что один за всех. И все за одного. Один за всех пролил свою кровь. Его кровушка была пролита за каждого человека, за каждую душу. И все за одного. Все за единого. Все за Господа, Иисуса Христа. И Его Божественная Кровь в этом процессе освобождения – это кровь жизни. Это жизнь наша. Поэтому я очень люблю и рассуждать, и совершать причастие и индивидуально, и в церквях, в собраниях, и у себя в церквях, и в гостях, когда бывают с превеликим удовольствием. Но самое главное, причастие совершается не просто ртовым нашим, да, желудком, нет, оно совершается здесь и здесь. В первую очередь, наше рассуждение о теле и крови Христа. Я знаю, что сегодня кровь Христа, она очищает от всякого греха. Прямо сейчас в собрании. Здесь кровь Господа Иисуса Христа. И это, скажу так, в этом исходе Нового Завета, в этом выходе из рабства, в нынешнем исходе, кровь Иисуса Христа играет самое первостепенное значение. Самое великое значение. Вообще, день Пятидесятницы многие называют днем рождения церкви. Да? Слышали такое, да, наверное? Но это и правда, и неправда одновременно. Это можно назвать днем рождения церкви, потому что с этого началась наша, ну, история наша, церковная история началась. Продолжающиеся два тысячелетия. Но, положа руку на сердце, это не самое рождение. Самое рождение произошло чуть раньше. Потому что на Голубовском кресте, в крови Машеха, в крови Христа, произошло чудо духовного возрождения нашего, нашего спасения, нашего исцеления, освобождения. Потому что каждый возрожденный свыше человек на протяжении всех этих двух тысяч лет, и я лично в их числе, в этом числе, я тоже свое духовное возрождение, спасение, связываю с чем? С Голубовой, с кровью Иисуса Христа, с его распятием. Я знаю, что на кресте Иисус, Он рожал всех нас. Это был Голубов, как вселенский вокзал, где миллионы и миллионы душ рождались. Он, агнец, от века закланный, и два тысячелетия назад, пострадавший на кресте, Он рождал всех нас, каждого из нас. В муках, в крови, и Он сказал, интересно, перед тем, еще до страданий своих этих голубовских, во время проповеди, Он сказал, что женщина, когда рождает, она терпит скорбь, или там буквально с греческого языка, там оригинально, там говорится, смотрит ли в лицо смерти, или в предсмертной огоне находится. Но когда рождает, уже родит, уже не помнит того, от радости, потому что родился человек в этот мир. И вот и Мессия, Машех, Он страдал, Он умирал на кресте, и Он умер. Он по-настоящему, непонарошку, по правдушному, умер, реально умер, рожая всех нас, рожая каждого из нас. Это были страшные роды. И знаете, по милости Господне, мы знаем, что было дальше. Он воскрес. Смерти невозможно было Его удержать. Смерть не могла Его долго держать в своих объятиях. Нет. Он воскрес. Воистину. И когда Он воскрес, а это совпало с библейскими праздниками, Божьими праздниками, Казалось бы, случаи, да это не случай. Даже неверующие люди замечают это, что просто так здесь что-то на земле не происходит. Все имеет какие-то свои причинно-следственные какие-то. Знаете ли, да, говорят, народе даже прыщ просто так не вскочит, говорят. Ну, все что-то откуда и зачем-то. Не просто так в этом мире, знаете ли. Интересно. Чарльз Перджин, король проповедников в 19 веке, его можно назвать таким протестантским златоустом. Он очень много говорил и очень, ну, по делу говорил. Знаете ли, и он проповедником был хорошим на самом деле. Люблю его читать, очень. Его беседы с учениками особенно, учащимися его слова. Будущим проповедником потрясающиеся откровения там. И вот по поводу вот этого всего он сказал так, что его величество случай, говорит, это псевдоним. Его величество Господа Бога. Когда он напрямую под своим именем не работает, он работает под псевдонимом. Его величество случай. На самом деле это его величество Господь Бог. На самом деле он об этом всем слушает и замешан. Мне в Библии нравится многое вот об этом как раз. Но самая потрясающая книга, говорящая вот о его величестве случая, это вот книга из Фири. Маганатестер, рассказывающая, вроде бы все случайно. Вроде бы вот так вот совпало. Знаете, вот, да, не, 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 не. С древности люди понимали прекрасно, здесь сам Бог всемогущий за всем этим стоял. Сто процентов без него здесь ничто бы вообще не работало бы. И мы живем и движемся и существуем, друзья, по сей день. Даже такой вот момент, как вот мы собрались здесь вместе. Сегодня тысяча и одна причина у каждого могла бы быть не оказаться на этом месте, знаете ли, а быть где-то совершенно в другом месте. Вот, ну так вот, как говорится, звезды совпали. Да, нам быть вместе сегодня. Знаете ли, но за всем этим Бог стоит на самом деле. Всемогущий Творец. За каждым из нас сейчас и в каждом из нас. Мы живем и движемся и существуем. Когда верующий в это все погружается, в это размышление, лично я восхищаюсь моим Богом. Я восхищаюсь Транцом. Читая о том древнем исходе, я восхищаюсь, как все происходило. Слушайте, но я еще больше восхищаюсь, как все происходит сейчас. Как все происходит в наши дни, в наш век. Это уму непостижимо, ни человеческому, ни ангельскому. Слава Богу Всерогущему. И сегодня, в наш век, действительно, когда совершается исход через Иисуса, благодаря Иисусу и во имя Иисуса, действительно, великая тайна Машиаха раскрывается. В книге «Посланник евреям» несколько строк хочу прочесть из Нового Завета. Вспоминая сегодня многое из Ветхого Завета, хочу прочесть строки из Нового Завета. «Послание к евреям» 12 глава. «Послание к евреям» 12 глава. Ну, судя по посланию, имеется в виду как раз мессианские евреи, да? «Уверовавшие» в Машиах. Написано 12 глава евреям, я читаю с 18 стиха и далее. Евреям 12, 18 и далее по тексту. Здесь написано так. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Но, дальше написано 22 стих, обращаю ваше внимание, «Вы приступили». Я когда перечитываю это, ну, так, лично, я обычно говорю, «Я приступил». Это и читая, братья, сестры, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и древнюю, и более современную историю, священную историю, да, перечитывайте, пожалуйста, ее пропуская вот через свою жизнь, житие свое, свою судьбу, как вот сами вышедшие из рабства, как сами пережившие вот это чудо. Знаете ли, потому что это правда, это правда, на самом-то деле это правда. И вот, а тем более здесь, и вот поэтому, вот читая, я говорю, что «Я приступил к горе Сиону». Мы все приступили к горе Сиону. И к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу. И к крови кропления, говорящие лучше, там еще один перевод есть, громче, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. «Слушайте, братья и сестры, Новый Завет, он еще более серьезен даже, чем то, что мы могли прочесть в Тории. Новый Завет не в том заключается, что проблема греха, она перестала быть проблемой, а в том заключается, что была заплачена высшая цена, большая цена, сильнейшая цена». Многие проповедники об этом говорят, кстати. Я слышал уже не раз и не два от разных проповедников, больших и малых проповедников, разных, известных и малоизвестных. Вот эта мысль, мне она очень нравится, что очень часто просто мы, люди, действительно недооцениваем проблему греха. И считаем, что мы можем где-то решить эту проблему сами. И это утопия, дамы и господа, братья и сестры, это утопия. На самом деле невозможно никому из нас решить эту проблему. Маяковского можно вспомнить, помните, да? Единицы, год, ноль, один. Даже самый важный не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Представьте, вот вам дали задание поднять бревно на такое, что, да, а дом даже пятиэтажный. Ты понимаешь, что это невозможно, невозможно эту проблему решить. Поэтому даже не пытайся спастись, даже не пытайся, даже не дергайся. потому что любое дергание в этом направлении, оно производит лишь только проблему. Это, знаете, как в болото попало, если будешь дергаться, себе же хуже делаешь. Невозможно. Просто перестань. Оставь даже всякую надежду, всякую, всякое желание вообще даже спастись. Просто прими это спасение. Просто прими. И вот это просто, оно настолько непросто. Это вот это просто, но настолько, все гениально просто. Это самое гениальное из всего гениального, что можно себе представить, вообразить вообще. Спасение. Дар Бога во Христе Иисусе Господе нашему. И я согласился с Божьим планом спасения. Сегодня в собрании святых я это говорю, я соглашаюсь с Божьим планом спасения. Этот план сам Иисус Христос. все. Всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Александр Мень, покойный, он говаривал одна из последних его бесед, кстати, здесь в Москве на Краснопреске он проводил занятие, в 90-м году, одно из самых потрясающих его выступлений. И он как раз и говаривал, что панацельей для тела Христа, для Церкви является христоцентричность. христоцентричность, термин может не очень понятный, но думаю понятный, да? Смотреть на Христа, взирать на Христа, все. В этом панацея, исцеление от всего, от всех и вся проблем. Братья и сестры, у себя в церкви, я тоже говорю об этом часто, что говорю, много учений разных в христианстве, очень много хороших, нехороших, ну так и не поймешь средних, так вот, то хороших, то плохих. Знаете, как будто грибы есть. У нас в школе, помню, еще висела такая штука, большая там, картина, и там написано было, грибы, съедобные, такие красавцы, вот, значит, там, условно съедобные, но и жить, не живешь, и помреть, не помрешь, ну как приготовишь, как бы, все, от этого зависит. Условно все, довольно, да. А есть такие, что вообще, еды биты. У нас один был дед такой, там, барабик его, ну, кличка такая, грибник был еще тот, вообще, вот, да, он никогда пустым из леса не выходил. Вот, даже в самые такие, в такие дни, когда говорили, что вообще ничего там нет. Даже земель, вот, не знаю, вот, наверное, вот такой, наверное, умудрился бы даже зимой, наверное, собрать бы, наверное, не знаю. Но про него все так говорили, что он, да. И он, вот как, а он прошел почти 100 лет, вот, так, что он что-то не сорвал, и что он только там не варивал, и не едал. Вот, но, значит, у него был очень хороший совет, который спазнул в жизни многим грибникам, начинающим. Вот, первый запрет грибника, вот, ну, за что купил, за то продал, бесплатный совет. Если немного хотя бы сомневаешься, выброси, не пожалей. Это первый совет, вам спасет душу этот совет. Вот, и интересно, есть разные учения, знаете ли, и тоже я так их, так условно для себя так разделяю, на как бы съедобные, ну, вполне хорошее учение, и такие условно съедобные, вот, как их подашь, как их приготовишь вообще. И есть такие вообще ядовитые, вообще лучше не касаясь их вообще, даже обходи стороной, значит, и все, и даже не связывайся с этим, абсолютно. И вот, я обычно говорю так, что те учения, которые Иисуса Христа в центре имеют, и которые возжигают в нас, разжигают в нас, еще больше любовь к Нему, эти учения съедобны, сто процентов, это хорошее учение, держись, все, да, те учения, которые тебя к Иисусу всегда, Иисус, 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 те учения, которые, знаете ли, Иисус там есть, Он в этом, как бы, всем есть, но кто его знает, вот, если он где-то теряется в этом всем, будь осторожен, уже внимателен будь, будь предельно осторожен, лучше даже не связывайся, а если связался, то всегда на чеку держи, но, знаете ли, а здесь, если Христа в центре не имеет это учение, вообще, и Он там, лишь сбоку припевка, лишь приправа какая-то, знаете ли, к этому блюду, основному, не, вообще, лучше беги из такого, вообще, вот, и, знаете ли, сам Мессия, сам Христос, говаривал, в третьей главе Иоанна, помните, да, Он, беседуя с Никодимом, с одним из учителей Израиля, Он говорил, что, как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен и сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, а дальше, ибо так возлюбил Бог мию, и дальше, вот, тот золотой стих из Писаний, братья и сестры, и действительно, вот, как в древности, вышедшие из рабства, у них, из-за робота, из-за, недовольства, страшная вещь, казалось бы, не такая опасная, но, в Божьем Царстве очень опасная, великое приобретение, да, быть благочестивым, довольным, это очень хорошо, и наоборот, быть недовольным, это, это самое опасное, вообще, в Божьем Царстве состояние, вот, если себя поймал, где-то, что ты недоволен, ропщешь, где-то, брежишь в Царстве Божьем, то, ну, это очень страшно, вот, ты без пяти минут уже, как бы, за бортом, вот, поэтому, лучше быть довольным, даже, что, что есть, немного, к примеру, да, будь довольным, благочестивым, и Бог тебя благословит, будь радостен, и принимай с благодарением, и Бог тебя благословит в том, что ты имеешь, и еще больше приложит, вот, и это очень важно, и, знаете, друзья, из-за робота, к сожалению, недовольства, знаете ли, ну, всем не угодишь, и Моисей, каким он там не был бы, пророком, и чудо-хорцем, вот, не угодишь, знаете ли, и море не так, может, раступилось, вот, и тапочку потерял, и, и, мало ли, что там произошло, значит, вот, вот, и то не так, и манна падала, хлеб ангельский, даже ангелы в шоке, наш хлебушек людям сыпет Бог, ну, ладно, как бы, надо делиться по-братски, как бы, хлебушком ангельским, вот, на вкус он был, значит, в одном месте написано, как лепешка с елеем, здорово, в другом, как лепешка с медом, классно, мне то, и то нравится, вот, но, и это показалось кому-то, вот, вот, не то, вот, хочу там того, почему там, не четыре сыра, допустим, еще, вот, значит, на этой лепешке, или с чем-то еще, значит, ну, вот, как бы, вот, вот, ну, ладно, короче, много недовольства было, и вот из этого недовольства, много проблем, змеи жалили народ Божий, много змей пришло, это образ противника, образ греха, образ противника, запомни, дорогая душа, когда недовольство, ропот есть, ты просто насвистываешь змей, ты просто притягиваешь их внимание, гадюшника определенного, вот, значит, и вот эта проблема серьезная очень, действительно, и люди, людей стали змей кусать, а больше того, в оригинальном тексте, там вообще говорится, что, значит, знаете ли, вспомнил, мне кто-то там на фейсбуке, рассылку бросил, там, значит, медвежонок маленький такой, и медведь, и там из леса, там кто-то кричит, ау, ау, там заблудился кто-то, и медведь говорит, пошли нас на обед зовут, мне сразу перехотелось аукать, если я заблудился, ну, знаете, когда ропот, сразу проблема, о, он нас кличет, он нас зовет, значит, бесы тут же, о, знаете, как в фильме каком-то Вии, там, значит, вот это все, бесы не могут найти, позовите Вия, это что, это ропот, ропот, всякий, ну, гугл, кстати, он примерно об этом, как раз и писал, друзьям своим, значит, да, и как эти, всякого бесовщина, значит, для тебя накинется, через ропот, так что, дорогая душа, с сегодняшнего дня, будь доволен, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо за все, что у нас есть, да, и, интересная вещь, в оригинальном, всяком тексте, там еще жестче, там, в еврейском тексте, там, жестче, в переводах, смягчено обычно все это, в оригинале говорится, что там были еще, серафы, не только, змеи обычные, там, ну, гадюка, гюрза, там, ну, от такой змеи еще отмахаешься, знаете, как-то, вот, но попробуй от серафа, серафим, серафим, ангел, притом такой ангел, что там описание в другом месте, помните, да, шестикрылый, двумя закрывает лица свои, они, лицо свое закрывает двумя крыльями, двумя закрывает ноги, или там, в другом переводе, хвосты, да, а двумя летает, то есть существо, сверхъестественное существо, которое закрывает свое лицо, да, значит, то есть, ну, закрывает свои, там, ну, конечности эти закрывает, значит, и двумя летает, и сераф, да, серафимы, они взывают друг к другу, по-арабски асрафим, то же самое, перевод с арабского тот же самый, это пламенеющий, горящий, огненный, но в еврейском сераф, если по номерам стронга посмотрите, там еще другие есть варианты перевода, и там уже не очень-то, как бы так, знаете ли, вдохновляюще, там говорится, поражающий, жалящий, вот это, да, ну, говорится, ангел есть ангел, ничего личного, это послание Всевышнего, как бы, значит, ну, смотрясь, чем послали, вот, значит, как бы, да, поэтому, да, знаете ли, мы даже каждую субботу, встречая в шаббат, да, в пятницу, мы поем, так, и на всякий случай вообще, приветствие ангелам, мы поем, да, приходите с миром, пожалуйста, вот, и, ну, и пребывайте тоже с миром, вот, ну, и с вами хорошо, но, без вас тоже, уходите тоже с миром, ангелы, то есть, как бы, такой, интересный такой разговор, такой, хорошая песня, мне так нравится она. Шалом Алейхем, Малахей Ашарахет, Малахей, Малахей Амхлахи, Акадошь Баруку. Приветствуем вас, ангелы, посланники Всевышнего, пребывайте с миром среди нас, и уходите тоже с миром. Спасибо. Сегодня здесь ангелы, тоже посланники Всевышнего присутствуют, и, знаете, те серафы, они в оригинальном тексте там упомянуты, в числах, среди поразителей, среди поражающих. Вот в чем трагизм, оригинальный текст доносит нас, вот, суд трагедии, что от змей можно было еще как-то отбиваться, но бесполезно отбиваться от ангелов. Как говорится, против лома, нет приема, да, вот, все, против ангела, какой прием? Все, это сверхъестественный поразитель. Поэтому даже если кто-то и пытался отбиваться от змей, люди возобили Богу все равно, они поняли, что бесполезно отбиваться, потому что здесь сверхъестественное поражение, сверхъестественное. Поэтому, когда ропот, чем он страшен, что сам Бог, он уже против тебя. Вот, это плохо очень. И, знаете, друзья, и что интересно, решение, было дано очень такое, интересное, своеобразное решение. Какое? Был сделан медный змей. В оригинальном тексте там не указано точно, что было сделано. Есть разные толкования. Большинство христианских толкователей считают, что была сделана такая гадюга, какая-нибудь, или там, значит, кобра какая-нибудь, ну, такая змея. Но, древние еврейские толкователи считали, что дело было не в змее совершенно, а сераф был там изображен. И сераф, если это серафим, то, двумя закрывая лицо свое, двумя закрывая конечностями, двумя летая, издали он напоминал крест. Издали он для всего стана Израиля, он сиянием своим всем, он напоминал крест. Он был из меди, и он сиял. И это было предзнаменованием, прообразом самого Машеха. Самого Христа. Тем более, косвенно есть подтверждение тому, еще какое, что накануне, в исходе, мы читаем, что изображения гадов, присмыкающихся, были запрещены сделать. Запрещено. Но изображение ангелов не входило в перечень этого запрета. Тем более, даже потом, когда храм строился, также повелел Господь делать изображение ангелов. Конечно, не для почитания, Боже упаси, а именно, там были другие совершенно. Это были прообразы, определенные прообразы уже нового завета, благодати новой. Так что, друзья, как художник, я по своей специальности доцерковный художник, но в основном, мой язык, это пейзаж. Иногда портрет редко, но такие многофигурные композиции большие, монументальная живопись, это как бы всегда, ну, я не воспринимал это свое. Хотя, ну, почему бы нет, но последние месяцы, вот эти последние годы, и месяцы особенно, рождаются эскизы таких многофигурных, больших композиций. И вот одна из композиций этих вот, это как раз вот история Медного Змея. И я вначале изобразил, первый эскиз был довольно простой. После молитвы, утренней как раз с хлебоприломлением, я помню, как раз это возникло само собой, как-то прям так, на волне этой молитвы, именно вот изобразить не просто змею там, гадюку какую-нибудь, а вот именно серафа, огненного такого, сияющего, и люди взирающие, и люди взирающие, исцеляющиеся, взирающие люди в этих таких, этих одеждах, таких старых. Но потом родилась другая уже, другой эскиз родился, другая идея. Наполнить это полотно, будем так, большое, представляете, большим полотном. Эскиз, он как бы, то, что говорит о большой картине, предстоящей. И если брать это как многофигурно-большая композиция, то родился сюжет другой. Там много разных фигур, и в том числе разных эпох исторических, известных нам. И в том числе из современных, уже дальше, чуть вот уже ближе к зрителю, как бы, современных нам людей, ну, джинсовки, обычные люди, обычные судницы, ну, товарищи, да, но, которые тоже укушенные там и с наркотиком, или чем еще там, мало ли укушенные, короче, грехом. И которые, если взирают на этого серафа, да, а сзади серафа, там, таким контуром, как бы, гадательно, Голгофа, и креста, креста. Сегодня для нас панацея является сам Христос. Поэтому, взирая на начальника веры, как написано к евреям, совершителя веры, начальника веры, ты исцеляешься. Каким бы не были бы укусы, даже если тебя раскусили змеи так, раскушили уже, что грех, что у тебя уже все, тебя уже парализовал, уже все, через не могу, через не хочу, просто глазами веры, просто устремись на него. Устремись взглядом себе на него и увидишь великое чудо. Проверено опытом миллионов, миллионов верующих. Опытом уже двухтысячелетним, проверено в разных конфессиях, динаминациях. В девятнадцатом веке один философ говорил, мудрец, что и Иисус, с Францией он был, это тот, говорит Иисус, что одна мысль о нем, она говорит, делает мир чище. Слушайте, удивительная, удивительная история. Спасибо. Как в той песне поется у протестантов, бывало я в многих разных церквей, там у баптистов, у писятников слышал такой псалом, хорошие слова, такие очень, такие, за душу хватающие. Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом мессия распял, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним, пойдем перед ним, взойдем на Голгофу, мой брат. Братья, сестры, когда мы умом своим воспаряем, на Голгофу, на Христа взираем, я, вот живой свидетель, вам тоже это говорю, я думаю, большинство здесь людей это испытание своей жизни. Всякий яд нейтрализуется вообще. вообще, все это уходит. Человек, он просто, он преображается. Жизнь наша исцеляется. Даже тело реагирует, даже физическое тело часто реагирует, и исцеление происходит, порой даже просто естественным каким-то образом. сверхъестественное естественным каким-то образом происходит. Много же это проверено. Поэтому взирай на Христа. Оставь всякие даже потуги, всякое желание даже самому спастись как-то. Доверься Ему. Он наше спасение, Он наше исцеление, Он наше благословение, Он наше все. Это Сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос. И тот символ веры, я его очень люблю повторять, как символ веры моей, символ веры первых апостолов, в деяниях они сказали, ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому не вешало бы нам спастись. Я обычно присовокупляю, говорю, которым я спасен, которым я спасаюсь. Братья, сестры, спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя за эту пятидесятницу благодати Твоей. Когда, Боже, из страдавшейся человечества люди разных национальностей, культур взирают на Тебя, Дух Твой Святой, сошедший на эту землю, Он это производит действие. Он о Тебе свидетельствует, прославляет Тебя, имя Твое Святое. Аминь. Братья и сестры, когда Божий Святой Дух пришел на эту землю, Он действительно прославил и прославляет имя Господа Иисуса. И там, где славится имя Иисуса, там всегда Дух Святой. Без Него не обошлось, там сто процентов. И там, где без славицы имя Иисуса, хулица имя Иисуса, там огорчается Дух Святой. Благодать Господа нашего Иисуса Христа мы говорим. Любовь Бога Отца. И вот это блаженное общение, общение с Духом Святым, общение в этой благодати Божьей. Я благодарен Богу, что в 96-м году, будучи традиционным сельским священником, в Русской Православной Церкви я служил с 87-го года, 88-го, чтецом, диаконом, алтарником служил, и подиаконом, диаконом. А в 91-м году стал священником, служил на приходах как чтец, как диакон, служил в Орловской, в Брянской, не, Орловской и Московской областях. А у